Его жизнь была полностью посвящена Оренбургской области и ее аграрному сектору. Александр Зелепухин всегда был на защите сельчан, где бы ни работал. А должности у него были весьма солидные. Заведовал сельскохозяйственным отделом обкома КПСС, был начальником областного управления сельского хозяйства. Дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был депутатом Законодательного Собрания области. Очень серьезная работа им проводилась, когда избиратели доверили ему быть народным депутатом, РСФСР, членом Верховного Совета РСФСР. И в 93-м году, когда я был председателем комитета, и мы ночевали там на полу, когда перед расстрелом 93-го года в Верховном Совете мы были вместе с ним. Друг, товарищ и учитель. Так об Александре Зелепухине говорят многие оренбуржцы. Он был открытым и доступным. К нему с вопросами и проблемами приезжали со всех концов области. Он старался помочь каждому. Он любил народ. И народ, естественно, любил его. Он никогда не упускал возможность встретиться с любым коллективом, в любой аудитории. И держал, умел держать любой какой бы ни тяжелый вопрос, был поставлен перед ним. Александр Зелепухин удостоен множества государственных наград. Но самая главная награда – это уважение и любовь оренбуржцев. Он не боялся правды, любил правду и был всегда выше обстоятельств. Он был настоящим мужиком. Открытым, откровенным, прямым, доступным. Это был прекрасный человек, отличный руководитель. Его, все, кто его знал, никогда не забудет его улыбки, его манеры общения, разговора. Я много лет с ним общался. Очень многого научился. Я благодарен судьбе, что в моей жизни был такой человек.